Дорогие друзья, на этой неделе в Израиле мы изучаем недельную главу Корах. Давайте немножко поучим события, которые связаны с этой личностью, и попробуем найти уроки, которые касаются нас самих, из всей этой ситуации с Корахом. Итак, еврейский народ находится в пустыне, все изучают Тору, Мушарабейну спустил Тору с горы Синай, обучает весь народ, все занимаются службой Всевышнему, не отвлекаются на работу, на пищу, Всевышний дает манг, все очень хорошо и гармонично, Всевышний назначает старшего брата Муше Аарона быть первосвященником, потомки Аарона, священники простые, Аарон первосвященник, все очень-очень гармонично, все всем довольны, кроме Кораха. Корах, близкий родственник Муше, левит из колена левитов, его охватила дикая, просто дичайшая зависть. Почему Муше, царь Израиля, всех обучает Тор и общается со Всевышним, как с другом постоянно, назначает своего старшего брата быть первосвященником, кричит Корах, а я, я тоже хочу быть первосвященником. Почему вот эта вот семейка, они мои родственники, но эти два брата, все взяли себе, самую такую плотную, тесную связь со Всевышним, я тоже хочу. И он не мог вообще ничего сделать со своей завистью, ходил, всех агитировал, давайте пойдем выступать против Муше, а что происходит, мы все святые люди, все хотим к Богу. Почему Муше и Арон забрали самые лучшие духовные должности? Что делает Всевышний? Всевышний посылает Кораху пророчество и говорит ему Корах, смотри, во-первых, я с тобой разговариваю, вот тебе пророчество, а во-вторых, посмотри, что будет с тобой в этом пророчестве, ты увидишь, кто будет и кто будут твои потомки. А твои потомки будут просто величайшие люди, один из которых пророк Шмуэль, про которого сказано, что он по своей значимости, по своей святости равен Муше и Арону вместе взятыми. Успокойся, не нужно завидовать. Муше и Арон делают то, что от них требуется, ты делаешь то, что от тебя требуется, и знаешь, что у тебя будет великий потомок Шмуэль. Всевышний хотел бы успокоить, чтобы он порадовался и знал, что у него все будет хорошо. Ты хочешь быть как Муше и Арон, твой потомок таким будет. Что делает Корох, которого охватила эта зависть, с которой он ничего не мог сделать? Он это пророчество, наоборот, использует, чтобы подкрепить свою зависть, и говорит, раз у меня такие великие потомки, я не должен успокаиваться, а наоборот, это доказывает мне, что я прав. Если Бог мне показал, что у меня такое великое потомство, значит, я сейчас должен бороться быть первосвященником. Корох взял святое пророчество, контакт со Всевышним и перекрутил это так, как ему хочется, как ему выгодно. Вот эта бесконечная зависть, которой его охватила всего, не дала ему правильно воспринять и понять пророчество. Бог тебе другое говорит. Бог тебе говорит, у тебя и так все хорошо, занимайся тем, чем ты занимаешься, не поднимай бунт. А Корох сказал, нет, Бог хочет от меня бунт, потому что у меня будут великие потомки, и я великий человек. Все перекрутил, насколько страшна зависть. И здесь говорит нам Раф Пинкус очень интересную вещь. Давайте обратим внимание, что из всего многомиллионного еврейского народа только один Корох однажды за 40 лет поднялся со своей завистью. Никто больше так не бунтовал и не кричал, я хочу быть как Моше, я хочу быть как Аарон. Только один человек, его охватила зависть. Все остальные, они видели, что есть разделение в народе, есть царь, есть первосвященник, есть священники, есть левиты, есть остальные. Колено такое, колено другое. Колено должно идти мое тут, его колено должно идти там, справа от мешкана, слева от мешкана. Все понимали, что есть разные уровни среди людей, уровни соблюдения, уровни святости. все это понимали но бунтовал только один корах и говорит раф пинкус это просто великая похвала еврейскому народу никто не бунтовал только один корах его охватила величайшая зависть и он был только один он получил свое наказание каким образом еврейский народ не завидовал как они смогли побороть зависть что кто-то ближе к богу и у кого-то другие задачи чем у него говорит раф пинкус потому что когда человек занят своим делом и ему хорошо там где он есть и он понимает что та ситуация моя семья город где живу место где нахожусь мое положение духовное мое положение материальное положение физическое все что у меня есть это именно то чем я должен быть занят никто из них даже не хотел смотреть чужую сторону а зачем мне знать что там у него творится сколько у него детей кто его дети коины левиты или кто-то другой какая разница у меня есть моя семья у меня есть мое колено у меня есть моя тора который я учу и обучаю у меня есть моя работа и когда человек занят своим делом он не будет завидовать никому и только один корах завидовал остальные миллионы миллионы людей никто не завидовал никаких восстаний никаких бунтов все были счастливы своим положением и каждый занимался тем чем он должен заниматься спасибо огромное за внимание и здесь мы можем выучить большой урок для нас самих почаще думать и ценить то что у нас есть ценить то чем мы являемся ведь все что у нас есть и то кто мы это все так хотел всевышний а он знает что лучше для нас и поэтому когда ты занят своим делом у тебя нету времени смотреть на другого и завидовать другому спасибо огромное за внимание шавуа то спасибо